Наурыз Мейрамы Кутыболсын В нашей программе вы увидите Священное число 7 Как многонациональный народ Казахстана Отмечает наурыз Сымани, зеркало и крашеные яйца Без чего не обходится праздник Весеннего равноденствия у Азербайджан Хочу, чтобы в этот день В каждом доме Горел священный огонь Вдохнуть жизнь Талантливый мастер по дереву раскрывает свои секреты Фантастика Можно и кружки Можно и чашечки В эти весенние дни Все жители Казахстана Отмечают праздник весны и обновления Новый год по восточному календарю Наурыз Это день весеннего равноденствия Который представители разных этносов Празднуют, соблюдая древние традиции и обычаи О некоторых из них мы и поговорим сегодня Наурыз Один из самых древних праздников на Востоке Он отмечается уже около 5000 лет И имеет языческие корни Этот праздник олицетворяет не только весенние обновления Но и дружбу, любовь и плодородие Наурыз называют Улустынулыкуны Что в переводе на русский означает Великий день Название праздника состоит из двух древнеиранских слов Ноу, новый и роуз День По мифологическим представлениям Накануне Наурыза по земле ходит счастье Поэтому ночь перед праздником называли Ночью счастья А потому Наурыз это день прихода На землю добра и света На Наурыз существует немало народных примеров К примеру, чем щедрее отмечается праздник Тем благополучнее будут годы А потому Дастархан должен быть самым мобильным Главным блюдом на Наурыз у казахского народа является Наурыз кузе Которое готовится из семи ингредиентов Символизирующих семь элементов жизни В том числе радость, здоровье и благосостояние Как правило, раньше Наурыз обязательно начинался соревнованием Игрой между девушкой и джигитом Которая олицетворяла символичную борьбу зимы и весны И главное, в день празднования Наурызом Все стараются быть в добром расположении духа Высказывать самые добрые пожелания Чтобы все беды и несчастья Отходили их стороной Я хочу поздравить всех жителей и гостей нашего города С наступающим праздником Наурыз Пожелать всем благополучия, успеха, достатка В семье, счастья, мирного неба над головой, здоровья И всего самого-самого прекрасного Что можно было бы пожелать Всем нашим замечательным людям Всему нашему народу Сегодня этот праздник одинаково дорог Представителям всех национальностей Проживающим в Казахстане Впрочем, надо отметить, что у каждого из этносов Есть свои особенности встречи весеннего дня равноденствия К примеру, для уйгуров, как и для казахского народа Священным числом является цифра 7 А потому главным украшением стола является В ваза семью веточками растений Они должны принести в дом счастье и удачу Существуют у этого Эднеса и другие интересные традиции Например, обряд Джуган На Наурыз молодым, недавно вышедшим замуж женщинам Вплетают волосы дополнительные искусственные косы Чем больше кос, тем больше в семье будет детей Счастья и благополучия И, конечно, исполнение песен и танцев Является неотъемлемой частью праздника для любого народа Свои традиции празднования Наурыза сохранились и у татарского этноса Одна из таких традиций называется «быс-узату» И призвана торопить наступление весны Это связывалось с ледоходом То есть ждали, когда вскроется река Ходили всей деревне смотреть, как река уносит этот лед И тут же устраивали тоже шумные соревнования Но очень большое внимание в татарских семьях уделяется детям Прежде всего детей готовили к празднику Им шили праздничные одежды Их учили колядкам И вот одну из таких колядок я хочу сейчас рассказать Это значит То есть открывайте двери Мы пришли вас поздравить с праздником Наурус И да будет благословением этот праздник На великий праздник весеннего обновления Татары всегда готовят много вкусных и любимых всеми блюд Готовят семь блюд И все должны начинаться с буквы «С» Из семи круп тоже готовили так называемую «карга-баткасе» Карга – это значит ворона Батка – это каша То есть в переводе с татарского языка это воронья каша То есть это связывалось с тем, что прилетали птицы И их нужно было встретить соответствующим образом Читят традиции предков и азербайджане К примеру, в последний вторник перед днем равноденствия Проходит праздник очищения До того, как члены семьи сядут за стол Хозяин выводит всех на улицу и разжигает костер Разжигает костер Этот костер не должен тушиться водой Ни в коем случае Но он не сильно разжигается И каждый член семьи должен семь раз перепрыгнуть через огонь Как бы вместе с огнем мы хотим сжечь все наши злые помыслы Все нехорошее должно уйти С последнего вторника перед наурызом начинаются главные торжества Готовят на которые множество вкусных блюд Самое главное из них на наурыз – это плов Готовится он по-особому Рис варится отдельно от мяса Мясо, а это обязательно курица или молодой петух Жарят и тушат вместе с овощами В числе которых традиционный горох нут Подается плов с сухофруктами Кстати о сухофруктах Их на столе непременно должно быть семь видов На счастье Ведь число семь особое и для азербайджанского этноса Дель-Дель-Овен должно быть на столе очень раньше Вот это количество семи продуктов И каждый продукт должен был Начинаться с буквы «С» Там «Су», «Сюд», «Саманы» Ну а сейчас не придерживаются А в основном чтобы не меньше семи Было название «Ед-Дель-Авен» Да, семь Это святое число На наурыз на столе должны быть свечи, зеркало и крашеные яйца Эти предметы имеют символическое значение Свеча – свет или огонь, оберегающий человека от злых духов Зеркало – знак ясности А также символ молодости Кроме того, почти каждая азербайджанская семья За три недели до наурыза высаживает главный национальный символ праздника – «Самани» Это проросшие зерна Как раз к наурызу они вырастают в небольшой зеленый кустик Означающий плодородие, богатство в доме и приход весны Самый главный компонент стола – это «Самани» Пророщенная пшеница Ее заранее, за две-три недели до Чаршамды Заранее выращивают эту пшеницу Зеленый цвет должен доминировать на столе Это цвет плодородия Цвет достояния Цвет богатства А вот жизнь олицетворяет красной лентой, которая окаймляет полностью «Самани» Сегодня наурыз отмечают все этносы нашей многонациональной страны Праздник весеннего равноденствия уже давно стал международным и всеобщелюбимым И пусть у всех есть свои особенности встречи дня весеннего равноденствия Но все мы, народ Казахстана, празднуем в эти дни наступление весны и добра От себя лично и от имени татар, всех татар, проживающих у нас в нашей области Хочу поздравить всех с наступающим праздником на УРУС Пожелать всем здоровья, мирного неба Увидеть плоды своих трудов Чтобы дети наши никогда не знали, что такое война Что такое какие-то другие бедствия Чтобы они росли и радовали своих родителей И всем-всем большого семейного счастья Мне очень приятно, что этнокультурное объединение Нахчевана Имеет возможность поздравить всех казахстанцев С самым теплым весенним праздником на УРУС Хочу, чтобы в этот день в каждом доме горел священный огонь Который вселяет в нас любовь, веру, надежду В такие трудные дни С праздником всех! Красота окружает нас повсюду Надо только ее увидеть Именно так считает житель Талдыкургана Виктор Богаченко Мастер по дереву, который своими руками создает вот такие удивительные вещи Деревянные кружки, ложки, чашки, вазы и даже цветы В коллекции Виктора Богаченко немало исключительных работ Которые редко можно увидеть дома у современных городских жителей Искусство резьбы по дереву человечеству известно с давних времен Именно резными элементами на Руси украшались дома При этом изготавливались они с помощью простых инструментов Таких как топор или пила Со временем появились станки С помощью которых стало возможным вырезать из дерева самые сложные узоры Самой древней находкой вырезанной из дерева считается щегирский идол Это деревянная скульптура, сделанная из лиственницы Которую специалисты относят ко времени мезолита То есть к восьмому тысячелетию до нашей эры Виктор Богаченко мастер-самоучка И хотя свои работы он продает Резьбой по дереву он занимается не для заработка, а для души Такое увлечение, признается Виктор Возникло еще в раннем возрасте И любовь к дереву не отпускает его на протяжении всей жизни Маленький, мальчишкой был Продавали деревянные ложки Продавали матрешки деревянные Хотел сделать то, что нет, чего на белом свете нет Ну и вот сам потихоньку, потихоньку, пероченным ножиком Я вот первые свои ложки до сих пор в родительском доме есть Лежат маленькие, корявые, страшненькие Но я их вырезал, резался, плакал И все равно вырезал я, старался В основном любимым делом Виктор занимается в зимнее время года Когда меньше работы, а значит больше свободного времени Тогда мужчина с удовольствием берет в руки инструменты и начинает творить Работать с деревом весьма непросто Здесь надо учитывать особенности породы Есть такие сорта деревьев, которые даже плотнее металла, рассказывает мастер Самая сложная в обработке – это джигида А самая податливая – верба Но каждое дерево требует своего подхода Такого понятия нету Легкое дерево Если оно легкое, если оно мягкое, податливое Значит мы очень долго будем эту вещь свою доводить Потому что сама древесина рыхлая Древесина рыхлая То есть если мы ее вырезали за 15 минут То мы 15 часов будем полировать, выводить Это не то, что станок все сделал Мы потом вручную будем часов 15 Десятью наждачками, шкурками доводить, что до блеска Семья к увлечениям отца относится с большим уважением И гордится тем, что его работы покупают даже зарубежные гости Во всем поддерживает и жена Светлана Вот уже 28 лет она является его музой И вдохновляет супруга на новые интересные работы Мне нравится, что он занимается этим С каждым изделием новый рисунок, новый штрих Он постоянно со мной советуется Где-то вот какой-то узор сделать Какой-то это всегда меня зовет Говорит, вот как можно сделать Вся посуда мне нравится Она удобная, пользоваться ей удобно Она и горячее выдерживает И окрошку я делаю в ней Есть у меня посуда, которую он мне сделает Его работы полны жизни и чувства Ведь в каждое изделие мастер вкладывает душу Задача вдохнуть жизнь в, казалось бы, обычный кусок дерева К примеру, этого орла мастер делал два месяца Тщательно изучал строение крыла птицы Чтобы работа получилась более достоверной и живой Примерно столько же времени ушло и на создание деревянных шахмат Каждая фигура вырезана с любовью и старанием Фантазия безгранична, говорит Виктор Богаченко Главное, чтобы было желание творить Это абрикос, он пролежал уже лет шесть Вот что бы вы думали, с него можно сделать Фантастика, можно и кружки сделать Можно и чашечки сделать И вазу можно сделать Пожалуйста, ваза будет шикарная Охота, чтобы осталось что-то после нас Вдохновение редко покидает мастера Он не устает фантазировать и создавать новые работы Недавно Виктор начал сотрудничать с областным русским центром И отныне его изделия можно будет увидеть на различных выставках и ярмарках А учитывая, что планов у мастера немало Такие выставки должны стать отличным стимулом для воплощения идей в жизнь Время нашей программы подошло к концу Мы прощаемся с вами ровно на две недели Оставайтесь на телеканале ЖТСУ Всего вам самого доброго Мира и согласия вам и вашим семьям На урасме Рамы кутты былсин